Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Они вынуждены в дошкольное учреждение самостоятельно закупать все хозяйственные товары, мыло, порошок, чистящие средства и даже гвозди. Любой каприз за ваши деньги. Почему в новосибирском детском саду даже лампочку не меняют без вложений родителей? Качает не кровь, а воду. Со скоростью 60 ударов в минуту, а с пульсом 900. Исследователи ждут, пока этот счетчик покажет 200 миллионов раз. То есть примерно 8 лет человеческой жизни. Сибирские разработки на уровне мировых. Как заменить изношенную артерию и убрать тромб из головного мозга? Народный контроль сегодня пришел в один из магазинов крупнейшей торговой сети Новосибирска. К общественникам обратились новосибирцы с жалобами на просроченную молочную продукцию. Неожиданная ревизия в сети супермаркетов. Какие нарушения искали и чем закончился рейд? В прошлом году в Новосибирской области аграрии собрали рекордный урожай зерновых – больше 3 миллионов тонн. Однако продать его оказалась проблемой. Цена упала ниже себестоимости, а вести на экспорт сложно из-за географического положения региона. Потому, чтобы развивать агропромышленный комплекс, необходимо уделить особое внимание переработке, пока она по темпам роста отстает от производства. Изменить ситуацию могут разработки сибирских ученых. О каких инновациях они рассказали сегодня в сюжете Елены Мирошниченко. Россия вышла на четвертое место в мире по объему урожая зерновых. Однако переработка сельскохозяйственной продукции, в частности в Новосибирской области, пока слабо развита. Менять ситуацию можно и нужно. В научном центре агробиотехнологий в Краснообске сегодня делятся идеями. Из зерна можно, например, получать крахмал и глюкозу. Для того, чтобы заменить нам растительный белок, то бишь это сою, которая на 80% идет генетически модифицированная, крахмал. То есть, соответственно, уйти от загустителей и мясной продукции. В молочной продукции мы уходим от растительного жира, который сейчас повсеместно используется при производстве сыров. Мы добавляем туда наши концентраты, соответственно, для улучшения структуры и обогащения. На этих фотографиях комплекс аппаратов, которые используют, к примеру, в Верхирменском хозяйстве, получают кормовые добавки. У коров растут надои и улучшается здоровье. Технологии разработали ученые из Краснообска. Есть у них и проекты для медицины. Дело из глюкозы, так называемые питательные бульоны. Заселяют туда различные микроорганизмы. Можно получать различные вещества. Это аминокислоты чистые, это пищевые кислоты, это витамины. И вот сейчас последний тренд – это гиалуроновая кислота, которая сейчас активно рекламируется. И глюкоза, амин, который используется как хондопротектор для этого. И уже такая вот, будем говорить, ну несколько такая высокая цель, но это получение из крахмальных специальных дегстринов, это получение кровезаменителей. К примеру, из зерна, которая сегодня стоит около 8 рублей за килограмм, можно получить кристаллическую глюкозу, которая на рынке идет уже по 300 рублей. Впервые начали перерабатывать красную рябину. Чтобы поднять агропромышленный комплекс на новый уровень, власти предлагают сблизить науку, предприятия и сельхозпроизводителя. Касаться перспектив, то уже неоднократно мы обсуждали инициативу создания на территории Краснообской и прилегающих территориях Новосибирского района агробиопарка, технологического парка. Я считаю, что у этой идеи сегодня есть все основания, потому что достижения и современной науки, агронауки, они впечатляющие. Сегодня мы познакомились с рядом разработок. Самое главное, что эти наработки ученых востребованы нашими сельхозпроизводителями, не только Новосибирской области. Потенциал ученых сегодня крайне необходим. Однако не хватает кадров, особенно молодых. Потому в Краснообске делают ставку на социальную сферу, создают комфортные условия для жизни специалистов. К 2019-му планируют завершить строительство ледовой арены. Уже готов проект теннисного дворца. Его возведут рядом. А здесь строят спортивно-оздоровительный комплекс. За счет частных инвестиций, это около 750 миллионов рублей, и государственной поддержки. Объект социальной направленности. И, соответственно, мы получаем всю поддержку колоссальную от местных властей, и от областных властей, и краснообских властей. То есть все идут только навстречу. Проблем никаких абсолютно. Ну, может, пару жителей было недовольных, что стройка под окнами. Но когда узнали, что строится, претензии все сняты были. В спортивном комплексе на 14 тысяч квадратных метров будет плавательный бассейн, скалодром, батут, секции бокса, борьбы, танцевальные классы и банный комплекс. Закончить стройку планируют ко дню физкультурника в августе. Елена Мирошниченко, Константин Менин, Новости ОТС. Коронарные стенты новосибирского производства не уступают по медицинским показателям лучшим мировым стандартам. Такие выводы опубликовали после масштабного исследования пациента, в котором заменяли участки кровеносных сосудов. Сергей Толмачев о том, как работают современные технологии в кардиохирургии. Мы достаем стенты из спирта после стирки, кладем на экзотик и просматриваем. 300 клапанов в день. Толщина измеряется микронами. Глаз оператора должен рассмотреть малейший скол или трещинку. Поэтому и режим работы необычный. У нас есть работа за микроскопами, есть работа на полировке. Когда глаза устают, идем на полировку, меняемся в стоят. У каждого изделия свой размер, чтобы хирург мог заменить любой изнушенный участок сосуда. Сначала с помощью рентгена определяют, где именно установить специальную сетку, которая расширяет вену. Потом тоже под рентгеном доставляют ее на место, тончайшей проволокой. А дальше вступают в силу законы физики. Воду в стакане охлаждают до плюс двух, а в ванночке плюс тридцать семь. Это температура крови. Собственно, клапан опускают сначала в холодную воду, и память сплава делает его мягким. И в таком виде его вводят в организм. При температуре тела клапан становится жестким и занимает свое место в аорте. И кровь поступает уже бесперебойно. Сегодня с предприятием сотрудничают больше двухсот клиник. Кардиологи провели исследование. Сравнили новосибирские и американские стенты. Наблюдали сотни пациентов после операции. Несколько дней назад получили результат. Исследования показали, что с точки зрения клинической эффективности и безопасности, наш стенд Калипсо статистически соответствует стенту Science Prime. То есть в мировом уровне? Да, то есть это один из лидеров продаж в мире. Теперь здесь планируют получить европейскую лицензию. К завоеванию новых рынков готовы. Продукцию тестируют постоянно. Эта установка моделирует человеческое сердце. Качает не кровь, а воду. Со скоростью не 60 ударов в минуту, а с пульсом 900. Исследователи ждут, пока этот счетчик покажет 200 миллионов раз. То есть примерно 8 лет человеческой жизни. Такова гарантия. В научной лаборатории новые разработки. Ученые залезли не только в аорты, но и в мозг. По такому же принципу можно удалять тромбы. А значит, не допускать инсультов. Заходит в тромб, раскрывается. Это специальный сплав с памятью формы. То есть вы видите, каждый раз он восстанавливает свою форму. И из-за спецификой конструкции он захватывает мягкий тромб. И захватив его, как замочек, мы утаскиваем всю систему обратно в другой, больше катетер. Сегодня новосибирские стенты продают уже не только в России. Покупатели клиники из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана. Переговоры ведут с иранскими врачами. Ежегодный объем продаж растет на 80%. А это значит, что еще десяткам тысяч пациентов продлят жизнь. Сергей Толмачев, Алексей Баженов. Новости ОТС. Случаев заражения животных особо опасными вирусами, в том числе африканской чумой свиней, в Новосибирской области не зарегистрировали вопросы ветеринарной безопасности. Специалисты обсудили сегодня на пресс-конференции. Для обеспечения оборота сельхозпродукции подготовили и оснастили дезинфекционной техникой 62 службы по защите животных. Особо тщательно проверяют мясо, которое привозят в наш регион. Повысить защиту должна помочь и электронная ветеринарная сертификация. Напомним, с 1 июля производители продуктов будут обязаны вносить информацию в единую сеть. К другим темам. Больше 40 домов Левобережья Новосибирска остались без отопления. Их жители будут вынуждены включать обогреватели до завтрашнего утра. Виной тому порыв теплотрассы на улице Котовского. Под отключение попали два детсада и одна школа. Тепла и горячей воды нет в домах по улицам Троллейной, Котовского, Широкой и Пархоменко. Восстановить теплоснабжение должны к пяти часам утра пятницы. Специалистами управляющих компаний мэрии города Новосибирска организованы поквартирные обходы для мониторинга температурного режима и информирования жителей о сроках устранения аварии. В настоящий момент температура в квартирах в пределах нормы. Для ликвидации аварии задействованы аварийные бригады теплосетей. Контроль осуществляется и координация действия оперативными группами мэрии города Новосибирска, Главного управления МЧС России и Центром управления в кризисных ситуациях. Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на работу одного из детских садов. По их словам, родители вынуждены сами закупать в дошкольные учреждения хозяйственные средства. А кроме того, администрация детсада халатно относится к своим обязанностям. Ситуацию разбиралась Екатерина Широкова. На дополнительное творчество у нас используются родители с работы, приносят такие оборотки. Чеки на канцелярию, хозяйственные товары и даже воду, которую покупали, Ирина Каличкина аккуратно хранит. Говорит, ждать от администрации дошкольного учреждения таких приобретений не приходится. За годы, что малыши ходят в детский сад, потратила не одну тысячу. В декабре, например, на кухне сломалась печка и ребятишек накормили горелыми булочками. Начиная с туалетной бумаги, это ход с нужды, туалетная бумага, салфетки, пакеты под мусор и под хлеб, литературу, канцелярские товары полностью все, ни одного листочка нам не выдается. Я устала просто бороться с администрацией, вы понимаете? Вот мне говорят, вы пожалуйста, не ходите никуда, не жалуйтесь, давайте решать это все на месте. В 50 метрах от детского сада находится женская тюрьма, а чуть дальше детская колония. Двери не закрываются. Живя здесь недалеко, очень часто вижу не очень личности, которые здесь бывают, обитают, они бывают за справками, за кем-то приезжают. Это такой контингент, он не очень. И у нас, как вы видите, никакого замка здесь никогда не было. Однако сегодня изнутри на дверь замок повесили. Знали, что приедет пресса. Оббеседовать с журналистами отказались, впрочем, не открыли и родителям. Старший воспитатель сослалась на специальное разрешение. Вы приехали со съемочной группой. Вы должны предоставить разрешение. Ну, смотрите, вот мы, родители, мы стоим, мы хотим зайти, посмотреть, в каком состоянии находится садик. Вы понимаете, что родители тоже просто так не могут всей толпой зайти в детский сад? Ну, здесь не всей толпой. В каком состоянии детский сад внутри, журналистам УТС выяснить не удалось. Однако с улицы видно, что детская площадка полностью покрыта снегом, а вдоль здания сугробы достигают середины окна. Крышу не чистят. Родители говорят, придется делать все за свой счет. Богатый человек, он может отписать чек на какую-то там, ну, на какую-то нужду в классе или как вот у нас в садике. Но так, чтобы добровольно, принудительно все это проходило, что вы должны это сдать. По словам родителей, руководство детсада сетует на дефицит бюджета. Комментировать ситуацию заведующая отказалась, сославшись на администрацию Октябрьского района. Наша редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой ответить на вопросы родителей. Екатерина Широкова, Сергей Жданов, Новости ОТС. Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам обращения и отказам в приеме новых купюр. Банкноты в 200 и 2000 рублей в ходу с декабря прошлого года. Однако потребители все чаще сталкиваются с тем, что такие деньги отказываются принимать в магазинах. По словам специалистов, это противоправные действия. За отказ принять купюры грозит штраф до 50 тысяч рублей. Новые банкноты являются законным платежным средством, которое обязаны принимать в банках, предприятиях торговли и сервиса наряду с другими. Если у вас не приняли новые деньги, следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор по телефону, который вы видите на экране. К другим темам. 75 лет назад легендарный Александр Покрышкин совершил свой первый полет на Аэрокобре. В январе 43-го будущий маршал получил новый самолет, на котором одержал не одну победу над асами Люфтваффе и оставил яркий след в истории боевой авиации. Тему продолжит Константин Клещин. Новой машиной легендарного земляка стал американский истребитель Аэрокобра П-39. Но если силуэт самолета благодаря историческим кадрам известен Ногин, то подробности знакомства летчика с новой техникой знают лишь эксперты. Например, за самолетами подразделение будущего трижды Героя Советского Союза отправилось в Иран. Там пролегал путь поставок оружия по программе Ленд-Лиза от США в СССР. К сожалению, личных впечатлений от персидского похода легендарный Новосибирец не оставил. Возможно, лютовала цензура, говорят сотрудники музея Покрышкина. А скорее всего, летчикам было некогда. Осваивали новую технику, даже вносили правки в конструкцию. Здесь было три гашетки, чтобы оружие работало все. А бой-то секунды, пока он на одну кнопку нажимает на вторую, противнику вильнул, 1200 пуль вылетало куда попало. И опять по крышке на роль. Переделал на одну гашетку. Летчик добился большего веса секундного залпа, то есть создал вал огня по врагу. Именно мощное вооружение, три пушки и четыре пулемета было главным достоинством аэрокобры. А еще потрясающая маневренность. И оценили это именно советские летчики, начиная с Покрышкина. До этого судьба у американского истребителя была незавидная. Англичанам он не понравился из-за слабых характеристик на высоте и стремлению сваливаться в штопор на некоторых режимах полета. Но на Восточном фронте бои шли на относительно низких высотах, где аэрокобра была сильна. Да и с изъянами штатовской аэродинамики советские ученые-авиаторы тоже справились. В Новосибирске есть полностью восстановленный самолет аэрокобра П-39. На таких и летал Александр Иванович. Здесь даже его позывной 100. На фронте летчики самолеты называли «Беллочка» или «Беллочка» от названия фирмы. Белл Аэркрафт Корпорэйшн. Но в летной среде прижилось слово «Беллочка». Она больше отражала суть самолета. То есть шустрость его, его подвижность. Кстати, Покрышкин никогда не выпускал в бой молодых пилотов, пока не освоят этот самолет. Иначе наломают дров. На аэрокобре Покрышкин одержал 48 побед. Всего на счету АСА 59 лично сбитых самолетов врага и 6 в составе группы. В 1943 году случилось еще одно знаменательное событие. Апрельское грандиозное воздушное сражение над Кубанью, где Новосибирец смог проявить весь свой талант и умения. Константин Клещин, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Это образование, не только уроки, но и дополнительные занятия, которые позволяют увлечь школьников. Недавно с помощью специального мониторинга выяснили, насколько эффективна идет работа в таких классах. Это пытался сделать еще Мьехольд. Тогда это называлось пушкинизация Чайковского. И может, разумеется, идти к Чайковскому в сторону более аутентичной постановки. Мама думала, что я там долго не задержусь, но мне понравилось. И вот уже 8 лет. Новосибирские общественники нагрянулись проверкой в один из магазинов крупной торговой сети. Поводом для визита стали жалобы жителей мегаполиса на продажу просроченных продуктов питания. К народному контролю присоединилась и наша съемочная группа. Нагрянули без предупреждения. Пока директор магазина спешно звонит руководству сети, чтобы понять, как себя вести с незваными гостями, у общественников появляются первые вопросы. Скажите, вот самоклеющийся вот такой... Ну, это их такой, как сказать... Поставщик, да? Да, это поставщик. Просто, ну, как бы у нас вот сразу такое, да, что это же можно легко переклеить, да, и новый... Согласна, да. Ну, это поставщик. Несмотря на то, что сдоба оказалась слегка заменяемыми стикерами, где указаны цена и дата производства, нарушением это не является. В отделе молочной продукции тоже все в норме. Причем как с товарами долгосрочного хранения, так и со скоропортящимися. А вот у прилавков с пенным народные контролеры задерживают сам. Есть немножко сомнения по поводу пива. Вот сегодня мы нашли среди большого многообразия пивных напитков одно, так сказать, которое последний день. Вот. Пообщались с директором магазина, которая нам клятвенно сказала, что мы контролируем, мы видим, мы знаем, что срок сегодня истекает, к вечеру мы уберем, завтра его уже на прилавке не будет. Выполнение обещаний руководства магазина активисты проекта «Народный контроль» тоже собираются проверить. Магазин «Ярче» выбрали не случайно. И это уже 11-й маркет торговой сети, где работают общественники. По горячей линии к нам обратились покупатели из разных районов с вопросами о том, что, ну вот, с жалобами, что в этих магазинах якобы они находили просроченную молочную продукцию, а также пиво с просроченным сроком годности. Но вот эта проверка, которую мы провели в течение недели, как я сказала, это был Калининский район, это был Центральный район, это был Железнодорожный район. Ну и вот сегодня мы еще раз в Центральный район вернулись. То есть мы констатируем, что, в принципе, нарушений мы не нашли. По словам общественников, новосибирцы обращаются часто. Например, только в прошлом году проверили десятки гипермаркетов, небольших павильонов и аптек. В целом ситуация с качеством товаров в нашем регионе приемлемая. Сам же проект «Народный контроль» инициирован партией «Единая Россия». И на последнем съезде политической организации Новосибирская область признана одним из регионов-лидеров, где народные контролеры работают наиболее активно. Николай Сальников, Александр Ведерников, Новости ОТС. Призывники будут получать повестки по-новому. Депутаты Госдумы предлагают изменить способ оповещения молодых людей. Документы о явке в военкомат будут передавать не только традиционным способом под роспись, но и отправлять заказным письмом. При этом для подтверждения получения повестки достаточно будет отметки почты. Добавлю, что в Новосибирской области молодые люди довольно охотно идут служить в армию. По итогам последнего призыва войска направили более двух тысяч жителей региона. Норму по набору сотрудники военкоматов выполнили на 100%. К другим темам инженерный, естественно, научный и математический. Уже семь лет в регионе развивают сеть спецклассов для одаренных детей. Отмечают это образование, уроками не ограничивается. Есть и дополнительные занятия, которые помогают увлечь школьников. Недавно провели мониторинг эффективности работы спецклассов, и сегодня результаты обсудили представители Министерства образования области и руководители школ. Подробнее Наталья Цопина. Плоскость, которая проходит через фокус, называется фокальная плоскость. Здесь она показана пунктирной линией. Это плоскость перпендикулярная, плоскость и доски. Учитель физики Ольга Заковряшина вспоминает, еще в 96-м году лицей создавали для подготовки инженеров. Потому в 2010-м в региональный проект спецклассов вступили одними из первых. Некоторые занятия проводят университетские преподаватели. После восьмого класса начинается инженерно-технологическая практика на предприятиях. Потому и успехи у школьников есть и на всероссийских, и на международных турнирах. Дети ручками на полигоне турнира юных физиков что-то делают. Это большая исследовательская работа, ну и практическая. Нужно уметь что-то сделать, выточить какую-то детальку, на 3D-принтере эту детальку сделать, дальше ее использовать в эксперименте, измерить. Причем измерительная техника очень сложная сейчас. Порой мои дети больше умеют, чем я сама. Влад Лебедев мечтает развивать альтернативные источники энергии. Говорит, его мотивирует класс. Настоящая команда. Но чувствуется и конкуренция. Хоть она и есть, она чувствуется, но тем не менее она на тебя не давит. И тебе как раз и хочется становиться лучше. Потому что именно в конкуренции ты становишься лучше, чем ты есть сейчас. Выпускники таких классов показывают на госэкзаменах результаты на 20% лучше, чем остальные школьники. Побеждают на Олимпиадах. Поступают в лучшие вузы страны. Общение с другими ребятами из общеобразовательной школы и сравнивая, например, уровень математики лицейской, физики лицейской с общеобразовательной, ну, конечно, это разные уровни. У нас в классе ребята сами хотят учиться. И дополнительно многие занимаются. И по ночам учат тоже. Конечно, сейчас поработаешь, а потом проще будет. Тяжело в учении, легко в бою. 66 образовательных учреждений, 239 классов, 5000 ребят. Проект реализуют в 14 муниципалитетах. На спецклассы финансирование выделяют в тройном размере. Чтобы узнать, насколько такое образование эффективно, провели мониторинг. Оценивали и учебу, и внеклассную работу. Результаты хорошие. Причем не только в мегаполисе. К нашему большому счастью, у нас в рейтинге практически сельские школы по направлениям попали в рейтинг. Там же, где и городские, с таким же количеством баллов. Это замечательно. Ну, для примера. Мы можем с вами иметь вторую новосибирскую гимназию, Карасукский лице 176-й и Маслянинскую СОЖ номер 1. С прекрасными баллами. Эксперты объясняют, спецклассы – это часть большого проекта по профориентации. Губернатор поставил задачу о том, что мы должны в этом году разработать концепцию профессионального самоопределения, когда ребенка, одаренного в той или иной сфере, мы сопровождаем на протяжении всей его учебной жизни. От детского сада до практически вуза и того момента, когда он станет уже профессиональным работником в этой сфере. В некоторых детских садах региона уже внедряют эту систему, развивают у малышей инженерное мышление. Насколько успешно, рассказать обещают в марте на образовательной выставке УЧСИП. Наталья Цопина, Александр Егоров, Новость ОТС. В Новосибирском оперном театре накануне прошла встреча в новом формате. Там открыли цикл литературных встреч «Читаем оперу». Лекции о тонкостях постановок, разнице текстов оригинала и либретто и многом другом теперь регулярно будут рассказывать в концертном зале имени Исидора Зака. Первую встречу посвятили предстоящей премьере оперы «Моцарта и Сальери», а также одной из самых мистических историй как в литературе, так и в музыкальном театре «Пиковой даме». Подробности в сюжете Марии Черешневой. Баллада Томского, рассказ о молодой, еще графине, проигравшей в карты состояние, лишь отдаленно повторяет историю, описанную в «Пиковой даме» Пушкиным. Одноименные повести опера вообще сильно отличаются сюжетными ходами. Как результат, два совершенно разных произведения. Режиссер сейчас может идти и в сторону Пушкина обратно, это пытался сделать еще Мехольд, тогда это называлось «Пушкинизация Чайковского». И может, разумеется, идти к Чайковскому в сторону более аутентичной постановки. Ну и, наконец, он может выбрать третий свой путь, да, и сделать новую относительную версию интерпретацию «Пиковой дамы». Именно об этом зрителям, а вернее сказать, слушателям, рассказывает доктор филологических наук Валерий Мароши. Для него подобные встречи тоже новый формат. В оперном театре и раньше проводили лекции о репертуаре, но о спектакле, либреттое и тонкостях постановки говорят впервые. Читаем оперу, просветительский проект театра. При этом собрался почти полный зал. И очень здорово, что уже мы получили достаточно большой отклик и ажиотаж на сегодняшнюю встречу. Это, я повторюсь, еще первая встреча, но на протяжении всего года у нас запланировано еще несколько встреч. Несколько встреч с грандиозными лекторами, с людьми, которые понимают именно в литературе, которые не только говорят о музыке, а которые говорят о колокультурном контексте произведений. Лекция сегодня не только о пиковой даме. Говорят и про оперу «Моцарт» и «Сальери». Ее премьеру уже назначили на 27 и 28 января. Обещают, это будет синтез вокала, хореографии, драмы и видеопроекции. Мария Черешнева, Александр Ведерников, Новости ОТС. К другим темам. Вниз по склону в полной темноте 20-летний новосибирец Игорь Мельников, лишившийся зрения еще в детстве, решил встать на лыжи. Сегодня начинающий спортсмен провел уже вторую тренировку. Подробнее расскажет Рута Келлер. Ну, для меня, на самом деле, как для тренера, сложностей нет никаких. То есть, точно такой же человек, несмотря на то, что есть какие-то ограничения по здоровью. Одели лыжи и поехали. Они говорят, ничего удивительного. Обычный человек на обычных горных лыжах. И можно поверить, если не одно «но». Этот парень ничего не видит. До этого дня у Игоря была всего одна тренировка. За 60 минут молодой человек не только освоил лыжи, но и приноровился спускаться по склону. Не один в сопровождении. Ну, адаптивная физкультура, во-первых, нужна всем. И людям с ограниченными возможностями здоровья, и людям без явных таких ограниченных возможностей. Ну, а людей с ограниченными возможностями здоровья она очень даже хорошо развивает. Я к тому, что множество, допустим, таких людей, они просто сидят дома и, в общем-то, фактически ничего не делают, ничем не занимаются. Если бы для них такое организовать, было бы очень круто. Ну, я... Мне эта физкультура тоже очень нужна, хоть у меня есть и две работы с университетом, и я как бы не сижу дома. Найти общий язык с тренером – одна из самых сложных и важных задач. Надо внимательно слушать, если ты не зрячий, внимательно смотреть, если ты слабослышащий, и доверять. Александр глухонемой объясняет, что перед началом с инструктором осваивали жесты. Он показывал мне знаки, да, вот так мы договорились, что это шаг вправо, влево, там, руки на колени положить, мимикой рассказал, что нужно делать, да, показывал. Возможность кататься появилась благодаря фонду «Спорту место». Спортсмены, тренеры, инструкторы помогают ребятам с ограничениями по здоровью встать на лыжи. Адаптивная физкультура дает возможность незрячим, слабослышащим и детям с проблемами опорно-двигательной системы выйти за привычные рамки. В продолжение вот этой традиции сегодня устраиваем первый публичный спуск на горных лыжах человека с нарушением зрения. Это Игорь, студент НГПУ, и Саша с нарушением слуха, студент НГТУ. Ребята впервые сегодня встанут на горные лыжи и докажут нам, что человеческие возможности на самом деле безграничны. Но есть и потребности. Например, дефицит инвентаря. К тому же подъемник не рассчитан на двух человек, поэтому хорошо было бы иметь в этом случае снегоход. Купить его тренеры не могут. Ведь спорту место – это благотворительный проект. И инструкторы занимаются с ребятами абсолютно бесплатно. Рута Келлер, Борис Гладких, Новости ОТС. Новосибирская область второй год подряд принимает у себя отборочный этап первенства России по фигурному катанию. За выступлениями юных звезд следил наш корреспондент Константин Бухтатов. Очередной отбор на первенство страны на новом льду. В прошлом году соревнования проходили в Бердске, в этом на арене 300 в Искитиме. Нашему региону удалось собрать 30 лучших молодых фигуристов Сибири и Дальнего Востока. Но в Казань на финал соревнований поедут лишь 6 спортсменов. На сегодняшних соревнованиях присутствуют 10 команд, 10 регионов. До нас не доехали, получается, только Алтайский край и Иркутская область, к сожалению. А все остальные регионы к нам приехали. Я имею в виду именно те регионы, где развивается на сегодняшний день фигурное катание. Сюда попадают все согласно положению. Более того, у каждого региона есть свое количество спортсменов, которые они могут привезти. У некоторых это квота 6 человек, у некоторых это квота 1 или 2 человека. Среди юношей главная борьба за золото развернулась между томичом Александром Лебедевым и новосибирцем Максимом Самулиным. Последний, хоть и остался недоволен прокатом в произвольной программе, все же обогнал томского фигуриста на 4 балла и взял золото. Для Максима это уже далеко не первые старты, ведь фигурным катанием занимается с 5 лет. У нас около дома построили стадион в Новосибирске. Ну и я маму попросил меня туда отвезти. Мама думала, что я там долго не задержусь, но мне понравилось. И вот уже 8 лет. Чем понравилось? Просто стоять на коньках понравилось. У девушек ярче остальных вновь себя проявили амички. Они в компании с Полиной Егоровой из Новосибирска отправятся в Казань в начале весны. Константин Бухтатов, Алексей Зубила, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новости ОТС Новости ОТС Воскресенье минус 26-28 На этом о погоде все. Я желаю вам позитивного настроения. До новых встреч. Новости ОТС Новости ОТС Продолжение следует...